Витаю, дружи. У вас очень интересный позвонок. Это название или другая история? Вы сами кияне, но сейчас находитеся на сходе нашей страны. Видите, насколько здесь люди могут где-то отличаться в том числе ставления и другая. Но вы были под Бахмутом. Что для вас было сложнее? Да, посмотрите на полностью уничтожение города. Так, все. Сам Бахмут до войны был достаточно большим городом. 70 тысяч там жило. Но люди, с которыми мы общаемся, они, мягко кажучи, не все до Украины нормально ставятся. Чи нужно за таких людей бороться? Ну, только то, что у них есть украинский паспорт. Я думаю, нет. Но если они хотят российский эмир, то почему они сразу не выехали из Украины? Как вы думаете, для россиян, что является важным, за что они на самом деле ведут эту войну? Это деньги, возможности пограбить, или они вообще не задумываются над выполнением наказа? Ну, на мою думку, они не задумываются над выполнением наказа. Им сказали, что они делают. Чи вам доводилось стикаться с Вагнерицами? Ну, я имею в виду. Само мне нет. Чи вы их видели? Особисто нет. Особисто нет. Как вы думаете, российская регулярная армия до вагнерицов, колишних зеков, ставится как-то по-другому? У них есть какое-то призирное ставление? Я думаю, так. А регулярные российские войска, которые здесь находятся, когда должна сломаться вся их машина, что у них уже есть 120 тысяч убитых? Чи она вообще сломается? Зломается, но я думаю, что еще не скоро. А почему так? У них там еще хватает людей, и поэтому еще немного приходится их убить. Как вы думаете, сколько нам понадобится времени, на вашу думку, для полного освобождения нашей территории? Приблизно год. Рек, вы думаете? Так. Рек. 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 Рек.